Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Анастасия Мосина и прямо сейчас об актуальных темах сегодняшнего дня. Житель Каннского района через интернет-ресурс приобрел запрещенное вещество в целях его распространения. Заказал полкилограмма наркотиков в интернете и распространял. Жителя Каннска осудят за незаконный сбыт синтетических смесей. Силами отрядов ТОС приступили к предварительной подготовке площадки, очистке площадки для строительства релизового дворца. В районе четвертой площадки ТОСовцы приступили к расчистке места под строительство крытого катка. Площадку начали готовить. Обмениваемся мастер-классами, дети с друг другом знакомятся. Получаем очень хороший опыт и обмениваемся опытом. Каннские пловцы тренируются под руководством красноярского тренера. В Дельфине проходят совместные тренировочные сборы спортсменов Каннска и Красноярска. Над городом Нависмок сегодня на протяжении всего дня все, без исключения районы Каннска, были окутаны дымкой. При этом явного запаха гари жители не почувствовали. Многие даже подумали, что данное явление – ничто иное, как туман. Но к полудню он не рассеялся. Однако, по информации спасателей, в этом тумане все-таки есть некоторая концентрация дыма. Его принес в Каннск ветер. В соседних территориях действуют лесные пожары. Так, один из очагов зафиксировали в Абонском районе. Всего же, по данным Министерства лесного хозяйства, в регионе 80 очагов возгораний в лесах на площади 270 тысяч гектаров. Большинство из них действует в труднодоступных местах Эвенкийского, Кежемского и Багучанского районов. На севере края ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля. Этому способствовала сухая и жаркая погода. На территории Багучанского района действует более 10 особо крупных очагов лесных пожаров с поперечником от 10 до 37 километров. Задымление достигло и Красноярска. Жители краевого центра, уже и без того уставшие от черного неба, пострадают от ядовитого воздуха уже несколько дней. Специалисты говорят, справиться со стихией способны только продолжительные дожди, которых, по прогнозу, не ожидается. Ранее судимый житель Каннска через интернет приобрел синтетический наркотик для его дальнейшего распространения. Запрещенные вещества он хранил в тайниках, которые специально для этого сделал. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в них более полукилограмма синтетики. В отношении 24-летнего парня возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей за незаконный сбыт наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом нам рассказали в пресс-службе Каннского отдела полиции. Нелегальная деятельность была пресечена сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники полиции выяснили, что ранее судимый житель Каннского района через интернет-ресурс приобрел запрещенное вещество в целях его распространения на территории города Каннска и всех их населенных пунктов. Из 13 обнаруженных тайников, сделанных подозреваемым, а также в ходе его личного досмотра и обыска места жительства, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 540 грамм синтетического наркотика. В настоящее время следователям полиции в отношении молодого человека 1994 года рождения возникло уголовное дело. Он заключен под стражу. И теперь к другим темам. В Каннске началась подготовка к строительству крытого катка. Проект Ледового дворца наконец-то начали притворять в жизнь. На этой неделе трудовые отряды старшеклассников совместно с подрядной организацией взялись за расчистку площадки, на которой расположится спортивный объект. Подробности в материале Татьяны Блинковой. Ребята из трудового отряда старшеклассников приступили к расчистке территорий под строительство Ледового дворца. Территория очень большая, различных растений на ней много. Поэтому времени и сил потратить на данный вид работ придется немало. Но несмотря на все сложности и комаров, которые буквально атаковали Каннск после наводнения, подростки не унывают, относятся к своей работе с энтузиазмом. Судя по тому, что местность очень большая, придется затрачивать. До конца сезона придется работать, и это займет очень много времени. И мне кажется, что еще и следующие будут здесь работать отряд. Я считаю, что мы делаем достаточно полезную работу, так как этим занимается мало кто, ну мало какие организации. Работа сама по себе, конечно, трудоемкая, но мы справляемся. То есть комары мы все берем деклофосом, мы все в одежде, ничего не мешает. Вместе как бы работа ведет весело и быстро. Спиленные кусты ребята складывают на отдельно отведенную территорию, с которой их уже на следующий день заберут работники подрядной организации. А уже дальше они приступят к более масштабным работам. Вывозка растительности спиленной производится на следующее утро, и подготавливается площадка для следующего, как говорится, для следующей выпивки. Площадка будет очищена от зеленых насаждений полностью, потом будет произведена планировка грунта. То есть это предварительные работы, которые необходимы для начала строительства. В этом году планируется лишь расчистить территорию для того, чтобы произвести замеры и сделать топографическую съемку. Нужно это для того, чтобы проектировщики пересмотрели прошлый проект и внесли некоторые изменения. К слову, заниматься этим будет та же фирма, что и придумала первый проект. Поэтому менять что-то кардинально не будут, отмечают в администрации Каннска. В первоначальном министерстве для того, чтобы удешевить проект, вычеркнуло тренажерные залы, хореографические залы. Ну, все то, что для ледовой арены, я считаю, крайне необходимо, потому что ребятишкам заниматься, тренироваться необходимо не только на льду, но и в обыкновенных спортивных залах. Поэтому проектировщик тоже за то, чтобы все эти элементы, которые у нас были предусмотрены в первоначальном, все это оставить. Если проектировщики уложатся в срок, то средства непосредственно на строительство ледовой арены выделят уже в январе следующего года. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Автолюбители, не пропустивших машину скорой помощи с работающими сиреной и проблесковыми маячками, в скором времени будут лишать водительского удостоверения. Такие изменения планируют внести в Уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях России. Также в данной статье будут предусматриваться и другие наказания за возможные препятствия медикам и остальным спецслужбам. Так, например, в кодексе может появиться наказание за создание помех для врачей, которая не сказалась на здоровье пациента. За это виновника штрафуют на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Но если здоровью пациента причинили тяжкий вред, виновника, создавшего помехи для врачей, предлагают лишать свободы на 2 года, отправлять на принудительные работы или штрафовать на 80 тысяч рублей. Если же данное правонарушение привело к смерти пациента, то тюремный срок может составить до 4 лет лишения свободы. Кадровые изменения в Каннской Богучанской епархии. Епископ Филарет покидает свой пост. Теперь он будет служить в Нижегородской епархии. Об этом стало известно на прошлой неделе. Пока официально владыка свой переезд не комментирует, известно, временное управление Каннской епархии сейчас будет осуществлять преосвященный митрополит Красноярский Ачинский Пантелеимон. Во второй части выпуска расскажем о том, насколько нам обещают поднять прожиточный минимум и когда это произойдет, как проходят совместные тренировочные сборы Каннских и Красноярских пловцов-подводников, а также вас ждет репортаж с юбилейного фестиваля «Енисейская уха» от наших краевых коллег. Не переключайтесь. Хотите 300 тысяч рублей? С ежемесячным платежом менее 10 тысяч рублей? Приходите 17 и 18 июля в Банк Восточный. Внимание у жителей! Автово-розничный склад приглашает вас за покупками. У нас в продаже продукция Росрезерва, консервация, замороженная мясна и рыбная продукция, постоянное обновление ассортимента, выгодные цены. Наш адрес гаражный 1В, строение 7, въезд с улицы Окружной. Решение найдется! Новый центр инструментов и материалов «Бобер» предлагает сантехнику, крепеж, расходные материалы и оснастки. Решение нашлось! Преимущество «Бобра» – низкая цена. Ура, «Бобру»! У «Бобра» полно добра! Сенсация! Впервые в Каннске с 25 июля по 8 августа пройдет уникальная выставка динозавров с участием живого динозавра под именем Гоша. Приходите в выставочный зал «Северный 11-Б». Мы работаем с 11 до 19 часов. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Уже завтра, 17 июля, выходит в свет очередной номер газеты «Каннские ведомости». Помимо актуальной информации, на ее страницах вы найдете и программу пятого канала. Читайте в свежем номере газеты «Каннские ведомости». Депутат законодательного собрания Николай Креминский рассказал о господдержке жителей села, развитии экологических программ и тарифах на тепло. Многоликая Россия, татары, ставшие нашими земляками. Красноярская земля стала для татар-переселенцев родным домом. Чтобы зима не пришла неожиданно, в Каннском электросеть сбытий готовятся к новому отопительному сезону. В Бражном отметили необычный праздник. Колонка Анны Воробей. Рубрика «В помощь тем, кто собирается усыновить ребенка». А также погода, анонсы культурных событий, репертуар Каннского драмтеатра. Сканворд, анекдоты, гороскоп и объявления. Чуть больше, чем на 4% планируют повысить прожиточный минимум Министерства труда и социальной политики. Соответствующий документ появился на портале для проектов нормативных актов. Напомним, сейчас прожиточный минимум составляет 10 444 рубля. Для трудоспособного населения – 11 280 рублей. Для пенсионеров – 8 538 рублей. Для детей – 10 390 рублей. В Красноярском крае с учетом северного коэффициента прожиточный минимум для трудящихся составляет 12 962 рубля. Добавим, величина прожиточного минимума считается каждый квартал на основании данных статистиков. Ее используют для расчета размера социальных выплат, детских пособий и субсидий на оплату ЖКХ. Уже неделю в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» проходят тренировочные сборы, где более 30 спортсменов из Красноярска и Каннска занимаются подводным плаванием под руководством Федора Бабаева, мастера спорта России и международного класса. Как проходят тренировки, узнавал наш корреспондент Александр Гильгорн. Именитый спортсмен, а ныне известный красноярский тренер Федор Бабаев молодежи спуску не дает. После так называемого сухого плавания спортсмены выходят на воду. Мастер спорта международного класса, многократный победитель перенз мира, Европы и России, победитель и призер этапов Кубков мира, чемпионатов и Кубков России, бронзовый призер чемпионата мира и Европы делится с подрастающим поколением пловцов-подводников своим опытом. Подал нашему спорту любимому подводному плаванию. 20 лет я был спортсменом. Ну и в какой-то момент времени, уже когда закончилось у меня, то есть я закончил учиться в Сибирском государственном аэрокосмическом университете, получил первое образование. Ну, чуть-чуть получилось, что удалось поработать по специальности, но не понравилось. И после этого, то есть продолжая тренироваться, я начал потихонечку заниматься тренерской деятельностью. И в 2015 году закончил свою спортивную карьеру и уже целиком и полностью сконцентрировался на подготовке резерва по подводному спорту. Совместные тренировочные сборы начались в Каннском Дельфине еще на прошлой неделе. Усиленные занятия на учебно-тренировочной базе проходят для 14 красноярских и 22 каннских ребят. Приехала одна из красноярских команд к нам на сборы. Вот вторую неделю мы уже занимаемся. Сборы проводим мы с Федором Игоревичем вдвоем первый раз. То есть ни разу не пробовали, вот созвонились, решили попробовать. Пока все идет успешно, детям нравится, занимаемся, обмениваемся мастер-классами, дети с друг другом знакомятся. Получаем очень хороший опыт и обмениваемся опытом. Нужно сказать, на эти сборы отобрали самых перспективных. У ребят уже множество наград и званий. Из Красноярска три спортсмена имеют звание мастера спорта. Четыре кандидата в мастера спорта и семь ребят входят в сборную Красноярского края по подводному плаванию. Из Каннска пока только пять КМС, а остальные имеют от третьего юношеского до первого взрослого разряда. Они постоянно участвуют в краевых соревнованиях и улучшают свои результаты. Что ж говорить, данный сбор для них – уникальная возможность освоить сложные техники. Во время тренировок, понятное дело, сильно устаешь. И в какой-то момент даже задумываешься то, что хочется бросить порой. То есть очень большие нагрузки, но выступая на соревнованиях, ты понимаешь, что вся эта работа была не зря, когда ты занимаешь какие-то места. Недавно у нас в июне проходили соревнования в Каннске. Я тут заняла первое, второе, третье место. Также на открытом Курке Сибири в Красноярске я заняла третье место. А почему? По плаванию, да? Да, по плаванию. Да, в Каннске я первое место заняла по плаванию на 50 метров классических ласток, второе место на плавании 100 метров классических ласток и третье место на плавании 200 метров классических ласток. А в Красноярске я заняла третье место на плавании 100 метров классических ласток. Пока результаты каннских ребят можно назвать скромными, но к новому спортивному сезону, благодаря такому обмену опытом, они обещают подойти во все оружии. На севере края прошел праздник Енисейской ухи. В поселке Усть-Кемь Енисейского района прошел 10-й юбилейный праздник Енисейской уха. Отведать ароматные рыбные похлебки отправился наш енисейский коллега, корреспондент Андрей Давыдов. Он поделится секретами приготовления этого традиционного сибирского блюда. В поселке Усть-Кемь сегодня весь день звучит задорная музыка. Здесь проходит главный праздник всех любителей рыбалки и рыбных блюд Енисейской уха. Отведать ароматные похлебки сюда приехало несколько тысяч человек. Главные герои праздника уховары с самого утра жгут костры на берегу Енисея и колдуют возле огромных прокопченных котлов и кастрюль. Каждый повар делает это по-особенному. Кто-то добавляет в бульон немного водки, кто-то кладет березовый уголек. Но, пожалуй, главный секрет в рыбной закладке. Ведь настоящее сибирское уха делается из разных сортов рыбы. Секрет приготовления, скорее всего, в наваре должен быть. Потому что мы сначала сварили сорогу, вытащили ее, сварили леща, вытащили его. Форель у нас была немножко от бутербродов. И заключительная у нас благородная наша рыба. Смотрите, осетер у нас. Осетер. Харис. Щучка, конечно же. Щучка. Ершики там уже варятся. Вот и сом. А сома-то где взяли? Сома где взяли? В Красноярске. На рыбзаводе. Там же их этого. Осетра. Впрочем, продукты, привезенные с рыбзавода, для инесейцев это все-таки экзотика. Настоящие профессионалы уху варят только из свежепойманной рыбы. Прежде чем положить вот этого аппетитного муксуна в уху, его нужно разделать. Рыбу разделывают исключительно свежей. Иначе потом будет практически невозможно ее почистить. В этом году инесейская уха проходит в 10-й юбилейный раз. Поздравить жителей района и гостей праздника с этим событием приехали и гости из Красноярска. Рыбаки, которые сегодня соревнуются в улове, те, кто готовит сегодня уху, это тоже целое искусство. Я думаю, что мы вместе с вами и насладимся этой прекрасной ухой, какие-то рецепты перепишем, но и поздравим победителей. На праздники все посвящено рыбе. В каждом подворье гостей угощают копчеными лещами, фаршированной щукой, жареными пескарями, соленым хариусом и другими деликатесами. Здесь даже ведущий концертной программы Елец. Впрочем, главный ингредиент тенесейской ухи – это хорошее настроение и задорная песня. Ведь с ней рыбу ловить веселее, и уху готовить, и праздник вести. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я напоминаю, что новости пятого канала вы также можете смотреть в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 11, 19 и 26 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго. До свидания. Учись с нами, играй с нами, отдыхай с нами, расти вместе с детскими от КМК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова